Юрий Борисович, добрый вечер, а у вас добрый день. Добрый день, добрый вечер. Я для начала, чтобы наши зрители напомнили, напомнить немножко зрителям, кто вы, хотя, слушайте, наши программы с вами смотрело много миллионов зрителей уже, тем не менее я напомню, вы советский разведчик, сотрудник резидентуры КГБ в Вашингтоне, в свое время, в советские годы, и сокурсник Путина по Институту внешней разведки имени Андропова. Скажите, пожалуйста, вот я в Киеве, вы сейчас в Соединенных Штатах. В каком городе можно говорить или нет? Ну да, в окрестностях Вашингтона, называется Большой Вашингтон. Да. Скажите, пожалуйста, коронавирус у вас там чувствуется? Вот там, где я живу, не особенно. У нас в нашем графстве пока сегодня зафиксировано 54 случая. Но у нас такой немногоэтажный, немноголюдный, тут отдельные дома и так далее. То есть нет скопления людей. Но гроза надвигается. Такая тяжелая. У всех предчувствие достаточно такое мрачное, тяжелое. То есть вы считаете, что будет тяжело? Будет, да. Будет еще хуже. И самое плохое, которое проявляется и в Штатах, и в Европе, и в России, и у вас в Украине, это удивительная, потрясающая некомпетентность властей в борьбе с этим делом. Даже в Штатах? В Штатах, да, то, что делают. Понимаете, мне всегда нравилась организованность, как американцы организовывают и делают любое дело, любой проект. То есть я получал от наблюдения, как они это все делают, большие проекты, эстетическое удовольствие, как наблюдают за футболом, за хоккеем и так далее. Это класс, это красиво. Но то, что я вижу сейчас, это просто кошмар. То есть, слава Богу, что есть система, есть люди, профессионалы на своих местах, которые могут действовать в автономном режиме, независимо от верховной власти. Вот пока то, что спасает. Юрий Борисович, а какой ваш прогноз относительно вообще событий и происходящего в мировой экономике после коронавируса? Что будет? Ну, Вы правы, Дмитрий Ильич, я вообще считаю, что о любом вопросе, особенно в интервью, нужно говорить в пределах своей компетентности. Я не ощущаю себя специалистом в экономике. Но, насколько я понимаю ситуацию, будет тяжело. Это единственное, что я могу сказать сейчас. И вряд ли вам кто-нибудь со знаком, со знанием ответственности скажет больше и более детально. Я думаю, что ситуация изменится, потому что, ну, это беспрецедентно. В Америке говорят, что это может быть самый большой кризис после Второй мировой войны. И такие кризисы, они всегда приносят кардинальные изменения в организации и политической системы, и экономической. И я ожидаю, что должны произойти изменения глобального порядка. Вот я сейчас упомянул, что этот кризис, он высветил вопиющую некомпетентность практически по всему миру. Ну, в данном случае меня беспокоят Соединенные Штаты и Европа, то есть Запад. И я ожидаю, что после этого, да, причина этого – это некомпетентность политической власти. Опять-таки, во всех странах, на всех уровнях. И я ожидаю, что после вируса должно произойти нечто, что произошло в 90-х годах в Соединенных Штатах в корпоративном бизнесе. До этого корпорациями управляли владельцы, а после этого произошла, значит, в 90-е годы произошла революция менеджеров, когда во главе, то есть управляющими корпорациями стали профессионалы. Я думаю, что сейчас мир пришел к такой ситуации, когда даже государствами должны управлять не шоумены, не бизнесмены, которые там какие-то девелоперы и так далее, а должны реально работать профессионалы, которые понимают, как, что нужно делать. Как войти в индустрию? Есть проблема, есть, принимается решение, как решить эту проблему, и после этого не решается. Юрий Борисович, по предварительным оценкам, на Ваш взгляд, опять-таки, мир после коронавируса станет другим? Ну да, вот я о чем и говорю. Он должен стать другим в плане управления государством в целом. Я думаю, что глобализация, опять-таки, должна, то есть люди поймут, что глобализация – это не просто там ругательный термин в российской пропаганде и в узких кругах право-крайних группировок на Западе, а это просто назревшая необходимость. Вот я ожидаю, прежде всего, какие-то изменения в этих двух направлениях. Юрий Борисович, что означает резкое падение цен на нефть? Для Соединенных Штатов в целом это благо. Даже если рухнет полностью нефтяная промышленность Соединенных Штатов Америки, я имею в виду сланцевая нефть, газ там, они в бюджете в ЭПК США составляют 1%. Но зато это благо для всех остальных бизнесов. Это снижение цен на бензин, это снижение грузоперевозок, это снижение цен на всё. Это практически расцвет бизнеса. Я помню, в 90-е годы, когда здесь стоял экономический бум при Клинтоне, я заправлял бак бензина за 90 центов. Месяц назад я заправлял бак бензина, да, не бак, а за баррель. Галлон. За галлон, да. Месяц назад до коронавируса, этот самый супер, Месяц назад я платил где-то 2,80 за галлон. Сейчас это 2. И цена пойдёт ещё вниз. То есть это в целом, это благо для Соединённых Штатов, поскольку это не, хоть она и на первом месте в мире подобычи нет, ещё занимает, но это не нефтедобывающая страна в том смысле, как Саудовская Аравия и Россия. Зато вся остальная экономика должна просветить. С другой стороны, это будет удар по тем странам, которых я, в принципе, называю банановые республики. С той же разницей, что банановая республика, там лежит человек, Бог ему даёт банан, банан падает, он один съедает, другой продаёт, и на вырученные деньги покупает то, что нужно. Вот нефть, скажем, в России. Россия в этом плане – это банановая республика. Господь послал вместо банана нефть, её продали, купили что-то и так далее. Вот тут настали тяжёлые времена. Саудовская Аравия, кстати, к этому готовилась. Не к коронавирусу, а к наступлению этих дней. Дни ещё, ну, примерно где-то пару лет назад, когда они объявили о продаже своей нефтевой компании государственной, вернее, IPO. То есть они понимали, что нужно развивать что-то помимо нефтедобычи в России, как всегда, пока жареный петух не клюнет. И вот сейчас много говорили в России, ну, разной аналитики, что когда-то прилетит чёрный лебедь. Вот сейчас они прилетели, и не один, а по меньшей мере три. Вы знаете, где-то в году 2007, наверное, я был в Тбилиси, под Тбилиси, в Крцаниси, дома у отставленного уже президента Грузии Эдуарда Амбросевича Шевардадзе. И он вдруг начал мне рассказывать о том, как, когда он стал министром иностранных дел Советского Союза, а Горбачёв, генеральный секретарь ЦК КПСС, началась как бы новая эра, да, но она ещё не началась, они пригласили к себе учёных-физиков и задали им вопрос, а что там Рейган с этим СОИ, стратегическая оборонная инициатива, эти звёздные войны, что это вообще такое? И учёные-физики советские, ведущие учёные-физики, сказали, ну, чистый блеф. Мы довольные разъехались, через месяц учёные-физики попросили нас о новой встрече. Они сказали, мы погорячились, это не блеф. Для того, чтобы Советский Союз догнал в сегодняшнем состоянии Америку, нам нужно 20 лет и зубы положить на полку. Нефть к тому времени уже стоила 10 или 12, я не помню, долларов за баррель. И тогда мы с Михаилом Сергеевичем объявили гласность, перестройку, ускорение и демократию. Ну, Эдуард Амбросич был уже в возрасте и буквально через какое-то время, через год, что ли, даже меньше, наверное, я был снова в гостях у Михаила Сергеевича Горбачёва. И я задал этот же вопрос. А вот Эдуард Амбросич мне сказал, сказал я ему, что вот такая была ситуация, и тогда вы объявили перестройку. Горбачёв помолчал, посмотрел на меня и сказал, всё это правда. У меня к вам вопрос. Как к аналитику, как к человеку из недр, КГБ. Скажите, пожалуйста, не повторяется ли сейчас ситуация той 35-летней давности? И не собирается ли сейчас Запад, благодаря этим ценам на нефть, убийственным для России, просто удавить путинскую Россию, как когда-то удавил Советский Союз? Ну, я вам скажу, что отвечать на этот вопрос не легче, чем на экономическую тему, потому что в этом вопросе я могу самонадеянно считать себя специалистом. Поскольку в 80-е годы я был в резидентуре, и я специализировался именно на военно-стратегической проблематике, которая была тогда самой главной, самой важной. И по этому поводу я писал материалы лично Горбачёву. И была такая ситуация, когда я не мог послать через резидентуру материал, поскольку он не соответствовал тем установкам, которые приходили из Центра. Но я, работая под прикрытием ТАСС, корреспондентом ТАСС, послал для сведения этот материал в ТАСС, а там сложилась такая ситуация, что в Политбюро была борьба между ястребами и... Голубями. Голубями, да, куда входил Горбачёв, Яков, Шавнадзе в какой-то степени. И эту статью, которую я туда прислал, вместо сведений я послал для сведения, они приняли решение опубликовать, и были дебаты на Политбюро, была схватка между ястребами и Голубями. Значит, сейчас не относятся к России так, как относили к Советскому Союзу. Советский Союз был действительно враг. И тогда действительно было восприятие в Вашингтоне, что они в состоянии холодной войны в Советском Союзе. И была ситуация, кто кого, кто-то должен был победить и так далее. Путинская Россия, она такого значения сейчас совершенно не имеется. И она совершенно не воспринималась до последних буквально двух, трёх, четырёх лет. Ну вот скажем так, до 14-го года, пока вот эти понты не перешли через определённую линию. Понимаете, когда уже не поняли, что с этим гопником, на него надо обратить внимание, потому что он совершенно, пока на него не обращали внимание, он вышел из-под контроля. Но я не думаю, что здесь стоит вопрос о том, чтобы удавить там и так далее. Скорее всего, стратегия состоит в том, чтобы поставить этого гопника, этот режим, я его называю гопнический, такие рамки, чтобы даже идиот в Кремле, независимо от того, то ли это Путин, то ли после него кто-то будет, понял, что вот эти жёсткие рамки, через которые нельзя переступать. А ситуация складывается так, что с ней, с путинским режимом сейчас воевать не нужно. Он находится в критической ситуации, и сейчас больше шансов на то, что дело идёт каким-то очень серьёзным, грандиозным событиям, чуть ли не катастрофе, нежели что всё как-то так устаканится, как можно было надеяться ещё раньше. Скажите, пожалуйста, а вот падение цен на нефть, повторю, катастрофическое для России, и наступление коронавируса, это не звенья одной цепи? Давайте конспирологические версии немножко покрутим. Нет, я не думаю, я не думаю, хотя я могу вам подбросить для конспирологии, для слушателей. Значит, по-моему, 6 сентября прошлого года BBC опубликовала статью о взрыве в центре бактериологических каких-то разработок под Новосибирском. Это было 6 сентября. Когда разрыв начался коронавирус в России, буквально месяц-полтора назад, на начальном этапе, все тесты, которые делали в Москве, собирали материалы для тестов, и их отправляли именно в тот центр, потому что он оказался единственным в России, где знали, что это такое, и имели, в общем, я не знаю, имели ли они какие-то вакцины, лекарства, но, во всяком случае, они знали, что это такое. Так вот, 6 сентября имел место взрыв, в результате якобы газового баллона, якобы взорвался газовый баллон, и возник пожар. Ну, тут, правда, вот любителям конспирологии нужно провести ниточку, каким образом 6 сентября, а в Ухане это появилось когда у нас? В декабре, что ли, да? То есть, пару месяцев, что произошло. Но вот эти события как-то так, они, как говорят американцы, смайл. То есть, какой-то запах странный от них идет. Я не думаю, что это конспирология. Вообще, знаете, где-то до 45 лет я считал, вернее, как я верил в то, что крупные события в мире, они продумываются стратегами, разрабатываются какие-то операции, и они осуществляются. Но потом, увидев развал Советского Союза, о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки, масса-масса других вещей, узнав много изнутри Советского Союза, его руководства, потом узнав еще более глубоко, что в Штатах происходит, то есть я пришел к выводу, что большинство вещей, причем самых главных в нашей жизни, происходит как-то само по себе, а люди просто пытаются вскочить на подножку вот этого уходящего или приходящего поезда. Вот, поэтому коронавирус, он наложился на низкие цены на нефть, он наложился на определенные процессы, которые я наблюдаю в высших эшелонах власти в России, то есть в Кремле, и все это вызывает у меня такую большую тревогу по поводу того, что это может произойти в ближайшее время. Есть такой бывший профессор МГИМО Валерий Соловей, наверное, вы знаете, кто это. Как вы относитесь к его откровениям о том, что Путин смертельно болен и в течение года уйдет со своего поста? Вы знаете, в последнее время как-то я стал невольным участником публичной дискуссии в интернет-пространстве с участием профессора Соловья Андрея Андреевича Пианковского по поводу Путина, уйдет, не придет, и по поводу того, не будет ли его уход или кризис в российском уроководстве связан с какой-то страшной кровавой войной? Значит, да, вот сейчас упомянули профессора Соловья, я согласен с частью его информации о том, что Путин, видимо, в ближайшие несколько месяцев уйдет. А профессор называет это непредалимые причины личного характера, но их можно трактовать по-разному, как, скажем, онкология, допустим. Но я бы не отменял и привычные инструменты российской истории, как табакерка, офицерский шарф, а при Путине, при той системе, которую он создал, к этой табакерке шарф можно добавить, новичок и прочие интересные вещи, которых там сотни, понимаете? Поэтому в этой части я согласен. Судя по всему, Путин подвис, он, в общем, Акела промахнулся, он как бы завис в воздухе и возникла какой-то статус-кво. С одной стороны, он утратил какой-то контроль, он понимает, что его пытаются выкинуть из кресла, и он ничего не может по этому поводу сделать. Так, по большому счёту, не может задавить этот бунт на корабле. Но с другой стороны, преемники, или назовём их в кавычках, заговорщики, они не могут силой его сейчас убрать, потому что, ну, слишком будет, слишком и так напряжённая ситуация. Поэтому возникло вот такое статус-кво, но он, в принципе, уже не то, что хромая утка, он утратил большую часть своей власти, и сейчас он просто так доживает свой век, поскольку понимает, что уйти ему нельзя, поскольку там какая-то гаага, я не знаю, как гаага, но неприятности личного характера в той системе координат, которые он осознал, его ожидают. Он будет пытаться удержаться до конца, а его, так сказать, преемники или наследники будут пытаться его сбросить. Вот это ещё, добавляется ещё один чёрный лебедь. Ну, сейчас мы это подробно разберём, давайте всё-таки остановимся на болезни. То есть, вы не исключаете, что он болен? Я не исключаю, что он болен, потому что, ну, смотрите, значит, это, наверное, единственный лидер современный, да я и в прошлом не припомню, который таскал бы с собой личный туалет, да? Ещё раз. Который таскал бы за собой зарубежные поездки личный биотуалет. Он возит с собой биотуалет? Ну, да, да, и вот последний раз, куда он приезжал-то? Где же он был-то? У меня с головы вылетело. В Париж, по-моему, он приезжал, да? Одна из последних его поездок. Ну, в декабре он был в Париже, 9 декабря была встреча в нормандском формате. Вот, по-моему, там это состоялось. Я слышал, это американские представители, которые там были, не видели своими глазами это всё. То есть он таскает за собой биотуалет. Это очень серьёзно. Это для чего он делает, чтобы, ну, я помню, кстати, французы, между прочим, французы в 70-е годы Кал Брежнева, да? Извлекли из туалета и по нему определили, сколько ему жить. Да, была история, что вот Брежнев и за его, так сказать, анализами охотились, ЦРУ охотилась. Но даже Брежнев не таскал за собой. То есть, если человек здоровый, ну, чего ему? Ну, ни к чему. Тем более, господин Путин, который 20 лет через подконтрольные средства массовой информации создаётся в образе такого супермена, да? Икара, Ихтиандра, всё вместе взятое, лётчика там, аса Мересева. Ну, некрасиво. Ну, не по-пацански, это вы понимаете. То есть, это дико противоречит всему тому образу, который он так тщательно создавал. Следующая, значит, информация о его личных, так сказать, непредимых обстоятельствах неоднократно, я подчеркиваю, неоднократно, транслировалась профессором Соловьём через радиостанцию «Эхо Москвы». Это особо радиостанция, которая принадлежит «Газпрому». Главный редактор её с гордостью иногда рассказывает, как он общается, с кем дружит, в Кремле и так далее. С Песковым, с Громовым. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. То есть, ну вот, понимаете, был бы я сотрудником ЦРУ, и я вижу это всё, я бы на сто процентов был бы уверен, что трансляция этой информации через «Эхо Москвы» санкционирована свыше. Кем свыше? Опять-таки, учитывая тесные связи главного редактора, он бы и запустил эту информацию через свою радиостанцию только в том случае, если получил на это указание или санкцию от тех, которые по его профессиональному убеждению в данный момент контролируют в стране ситуацию. Понимаете? Иначе бы он это не сделал. Ну вот. Затем чуть ли не бунт на корабле, который произошёл в Государственной Думе, когда Терешкова с голоса, когда помните, он приезжал. Да, но там же сначала Карелин вышел на трибуну, да? Сначала, да, Карелин выходит и предлагает провести внеочередные парламентские выборы. Ну, понятно, что такие предложения от себя в Думе Российской Федерации, которая не место для дискуссии, не делается. Они делаются только по указанию сверху. И вот он выходит полной уверенностью, что он выполняет должным образом и делает. Оказывается, что Владимир Владимирович Путин, национальный лидер, даже не слышал об этом. Ух ты! А, ну да, получается, иначе бы он не прибежал бы опровергать и отвергать это предложение. Предложение принципиальное, потому что меняется Конституция, меняется парламент через неочередные выборы и возникает вопрос, надо менять теперь президента. Внеочередные выборы президента, это последнее, что нужно Путину. И поэтому он, который всегда опаздывает на два, на три часа кругом, он летит на полных порах в эту несчастную думу, которую в глаза не видел, в упор, сколько она существует, да, и для того, чтобы отвергнуть предложение Карелина и принять предложение Терешковой, которое она прочитала с голоса, то есть это не было подготовлено, это было вот сиюминутно, понимаете, все сделано было. Ну и потом масса других вариантов, то есть факторов, скажем, вот это интервью Ван Денко. Ваш коллега Потас. Да, я знаю. Вот у меня вопрос, кто его органировал, кто подал идею, потому что для Путина было провалено. Если бы надо было вот еще раз мордой от стол показать, что страной руководить неадекват, ну лучшего формата было бы не придумать. Ну кто-то же вышел с этой идеей, кто-то уговорил Путина, и потом несколько серий прошли, хотя после первой серии надо было понять, что это провал, это провал, понимаете. То есть его сливают. При том, что Андрей Ван Денко очень хороший журналист, прекрасно, я бы сказал. Я в этом не занимаюсь, я очень уважаю ТАСС, сам там работал. Кстати, получил премию в 1986 году как лучший корреспондент зарубежной сети ТАСС за аналитические материалы по стратегической обороны инициативе, по звездным войнам и по переговорам между Россией и Соединенным Штатом по ракетации и диагностальности. Вы все-таки журналист или резидент КГБ? Вы определитесь. Эти две вещи не совместимы, они неразделимы. Одна с другой. Ну вот, так что последнее его выступление обращения к нации это тоже провал. То есть у меня такое впечатление, что его сливает его ближайшее окружение. Те люди, которым он недавно еще доверял там и так далее. Вот такая вот ситуация. Поэтому я не знаю конкретно, что такое обстоятельства личного характера, о котором говорил господин Соловей. Это может быть онкология, тут фактор туалета. Но опять-таки это может быть и что-то похожее на новичок. И все. То есть ситуация сейчас такая критическая масса негативная, она такая накопилась в стране, что нужно сбросить балласт. Этот балласт может быть только Путин. Потому что удар по российской экономике будет страшный в результате тех событий, которые сейчас происходят. Страшный, вы считаете? Ну, просто страшный, да. В условиях санкции справиться с этим страшным ударом России будет ну, просто очень сложно. практически невозможно. А никто санкции пока с Россией не снимет, пока Путин сидит у власти. То есть у меня такое впечатление, что план состоит в том, чтобы сбросить этот балласт в виде Путина и попытаться открыть новую страницу в российско-американских отношениях. Собственно говоря, то же самое, что сделала российская элита, советско-российская элита осенью 91-го года, практически немедленно после провала августовского путча ГКЧП. У меня к вам вопрос. Допустим, я принимаю вашу точку зрения, что Путина хотят слить. Я понимаю, что он хочет изменений в Конституции для того, чтобы удержаться у власти. Я также понимаю, что коронавирус ему помешает в этом, потому что 22-го апреля, в день рождения Ленина, должен был состояться референдум, а его теперь не будет. И Путин до последнего оттягивал сообщение о том, что референдума не будет, он надеялся все-таки проскочить этот коронавирус. Не получилось. Я понимаю, исходя из того, что вы говорите, что его сливают, что он уже наверное надоел элитам российским, потому что люди, слушайте, я так рассуждаю вслух, люди спокойно себе жили, наращивали капиталы, были везде рукопожатными, ездили по всем странам мира, и вдруг Путин пошел войной на Украину, аннексировал Крым, и стало все сужаться, пространство сужаться и сужаться. И наверняка они начали задаваться вопросом, до какого черта нахрен нам этот Крым нужен, мы столько теряем. хорошо, допустим, это так, кто может возглавить этот бунт на корабле, на ваш взгляд, против Путина? Могут возглавить только его ближайшие друзья, а это люди силового блока, и первые два, которые приходят на ум, первые два имени, это Патрушев и Бортников, и я думаю, что лидирующую роль скорее всего может играть Патрушев, почему эти люди, потому что ну они замазаны кровью вместе с Путиным, и теперь попытаться отмыться от этого, то есть люди, они взрывы домов 99-го года, это Патрушев, это человек, который в то время возглавлял ФСБ, который это все дело совершил, это терроризм, это массовое убийство людей, своих сограждан, ну там про торговлю коксом, отравления, в стране и зарубежу, не уже коксом торговлю, а что там и наркотики что ли? Ну как, ну вот эти самые там сколько, 400 или 500 килограмм в российском посольстве, в Аргентине, за которым прилетел господин Патрушев на правительственном самолете, да, а то, что они делали в Петербурге, так это же вообще они для колумбийского картеля Кали, они построили целый мост по поставке колумбийского кокса через Ленинградский порт дальше в Европу, вот, но... И Путин в этом участвовал? Ну как же они там все участвовали, Путин, значит, есть документы, у меня, кстати, есть документальный материал по этому поводу, где-то в 2000 году, если не ошибаюсь, что-то около этого, в Германии, германская полиция, спецслужбы проводили расследование по группе SPAG, SPAG, потому что, значит, там один из ее партнеров был бывший министр финансов Лихтенштейна, там же гражданин ФРГ был, они провели обыск и взяли массу документов и нашли там Вову Путина, значит, SPAG этот при активном участии Путина открыл филиал своей компании в Петербурге, ее президентом был Кумарин, в то время это был ночной губернатор Петербурга, Барсуков. Барсуков, да, на которого работал Путин, вот сейчас есть такое непонимание, думаю, что Путин там крестный отец всего бандитского Петербурга, ничего подобного, был Кумарин, Барсуков, а Путин у него был типа на подхвате. Ну и Кумарина же жестоко посадили, он сидит до сих пор, да? Да, он там, он и не выйдет оттуда, именно поэтому, что он знает столько, что не дай бог, а самое главное, что Вова работал на него, то есть там люди есть, руки из Тамбовской группировки, с которыми, там, господин Петров, допустим, который по-прежнему не разлей вода с ближайшими представителем путинского режима, да, все нормально, он живет в доме, в Испании, он в Испании живет, да? Не, уже нет, он бежал оттуда, потому что испанская полиция-то его, он в розыске находится по запросу испанцев, так вот, с ним все нормально, а вот Кумарин, потому что он сотрудничал, он все нормально был, а вот Кумарин, он руководил, поэтому, ну как, теперь президент Великой России, ставший с колен, Великий Путин, тут у него как бельмон в глазу, поэтому вот бедный, бедный Кумарин. Он же без руки, я помню его с рукой, а потом без руки, он же руку потерял, вы знаете, да? Да, да, так вот Кумарин был президентом этой компании, или как он там назывался, МСИО, и так далее, а Путин был советником, причем официально, по бумагам, по документам проходило, вплоть до того момента, как он не стал премьер-министром России, кстати, почему как-то это дело по расследованию СПАК в Германии, оно было приустановлено, в то время я напомню, канцлером Германии был господин Шрёдер, и вот при нем это дело было положено под ковер, и вскоре господин Шрёдер его, значит, срок в офисе истек, и он стал наемным и очень высокоплачиваемым сотрудникам Газпрома. Вот такая вот ситуация. Короче говоря, там за плечами столько, что не дай бог, и чтобы отмыться от всего этого, нужно принести большую сакральную жертву. И что-то мне подсказывает, что такой жертвой может быть, чтобы отмыть вот это все, о чем мы сейчас говорили, может быть только сошедший с ума господин Путин. А вы считаете, он сошел с ума? Я считаю, что вот они это все так могут представить. Но не обязательно сошел с ума там. Страшно заболел, крыша поехала. Вы помните, ГКЧП, август 1994 года, еще начинается. Страшно заболел, неизлечимо. Горбачев, его изобретали в Форосе. Ну вот так вот в один прекрасный день они выйдут и скажут, господа, Путин очень сильно заболел, у него что-то случилось с психикой, он поставил мир на грань Третьей мировой войны. На этот раз ядерной, ракетно-ядерной. И вот пришлось его изолировать, чтобы спасти мир от ядерной войны. Вот такой месседж я в плане допускаю. Скажите, а схема устранения Сталина его вчерашними соратниками возможно, на ваш взгляд? Ну так я об этом и говорю, собственно говоря. То есть речь именно об этом и идет. И физического устранения. Конечно. То есть лично это Путин должен уйти, как сказал профессор Саловеев, по причинам личного характера, непреодолимой силы. Это или онкология, или серебряный порцегар, или офицерский шарф, как в случае с Пауэмпио, порцегар. Или новичок. Новичка никто не отменял еще, да? Или там масса других вещей, полоний еще есть. А сколько их всего? Я вспоминаю, как познакомился с этим, с продукцией этой лаборатории, которая изготовляла это еще тогда для КГБ, таких там не менее 117, это те, которых только я знал о существовании, 117 наименований вот этих вещей, которые могут создать непредалимые причины личного характера. Юрий Борисович, вы работали в советское время в резидентуре КГБ в Вашингтоне, то есть главный враг Советского Союза, и вы в резидентуре КГБ в логове этого главного врага. Из чего я могу сделать только один вывод, что вы были блестящим специалистом КГБ. Скажите, пожалуйста, как блестящий специалист КГБ, какой бы сценарий для Путина, если вы войдете в шкуру его ближайших соратников по КГБ, вы бы выбрали? Еще раз, посмотрите, пожалуйста, какой... Какой бы сценарий для Путина, если вы войдете в шкуру ближайших его соратников по КГБ, вы бы выбрали? С их точки зрения сделал. Да. Вот то, что я вам сейчас сказал. я бы изолировал его и сообщил, что он изолирован в результате какого-то страшного психологического потрясения, которые лишили его возможности адекватно принимать решения. В результате этого возникла опасная конфронтация между Россией и с Западом, прежде всего, НАТО и Соединенные Штаты Америки, которая могла закончиться Третьей мировой войной. Я бы вспомнил в этой связи заявление Путина, которое он сам сделал уже после аннексии Крыма. антидокументальный фильм был, как он с гордостью рассказывал, как он аннексировал Крым. Да, конечно. Он заявил, что он дал указание привести в состояние боеготовности ракеты ядерной силы России. Вы меня извините, я не знаю, он понимал, о чем он говорил, но когда я занимался этими делами в 80-е годы, это мир на грани ядерной войны. А Дмитрий Киселев, вы помните, как говорил про радиоактивный пепел? Да, да, да. Да, да. Ну и там масса других, когда показывают эти кракозябры, якобы забытые на столе после совещания, кракозябры ядерные, которые сметут с лица земли Соединенные Штаты. Вот это все. То есть он создал уже достаточно достаточную базу для того, чтобы объявить, что у человека ну просто поехала крыша и он стал опасен для не только для Запада, но и для России. То есть вы бы его изолировали? Изолировал, да, отстранил от власти в Форосе там или где-нибудь. Но физически бы не устраняли? Ну, потом инфаркт, понимаете, инфаркта никто, он не выдержал, инфаркт, кто же его проверит, понимаете? То есть это не то, что я. Сейчас вот я хочу разделить. Это не то, что я. Ну, вы там в КГБ серьезные люди, я вам скажу. Не-не-не-не, сейчас я вам объясню. Не то, что я, они это сделают. Я бы это не сделал. Кстати, вы говорите, вот серьезные люди у нас там в КГБ. Вот когда я учился, да, я пришел туда в начале 80-х, у нас один еще из преподавателей жив был Грегулевич. Это тот человек, который участвовал в организации убийства Троцкого, но тогда это не удалось. Они через Сикеевс это все делали. А потом он сам себя сделал постлом Коста-Рики, Ватикане и так далее. легендарная личность. Так он нам рассказывал обо всем. И нам о нем рассказывали все, кроме того, что он участвовал в организации убийства Троцкого. Вот в 80-е годы вопрос о том, что КГБ убивает, особенно разведка, да, он вообще, это был табу. То есть нас, как мы интеллектуалы, наше главное оружие это мозги и авторучка, аналитические способности. Больше всего времени у нас уходило на информационно-аналитическую работу. Я могу сказать, что, допустим, у нас в группе было человек 15, так вот, большинство из них могли прекрасно выявить наружное наблюдение, заложить тайник незаметно, провести моментальную передачу блестящую. Но в информационно-аналитической работе отлично было только у двоих. Понимаете? То есть все было брошено именно на это, а не на кинжал. Вы были одним из двоих? Это был позор. То есть все то, что когда-то кого-то убивали, об этом даже не вспоминали. Даже не вспоминали. Вы были одним из двоих? Ну, я умолчу. Хорошо. Хорошо. Значит, мы подошли с вами к тому, что вполне вероятно устранение Путина с высшего поста в России его ближайшими соратниками во главе с Патрушевым и Бортниковым. Ну, не только. Да. Но тут, видимо, необходим будет какой-то более широкий консенсус. Кстати, у меня такое впечатление, что что-то где-то в Вашингтоне пронюхали. Вот есть какая-то информация. Не знаю, обратили вы в Украине внимание или нет. Несколько недель назад ФБР открыло на русском языке страничку. По-моему, в Фейсбуке или просто. То есть такого не было, как говорил Черномындин, никогда. И вот опять. То есть самые страшные годы холодной войны, когда с Россией, Советским Союзом, со шпионажем боролись, такого не было. Теперь отдельная страничка на русском языке с предложением «Приходите, поговорите». Там они Высоцкого якобы фотографию опубликовали надпись там «Мы тоже любим Высоцкого. Приходите к нам на огонек». То есть такое впечатление, что их уже ждут. Юрий Борисович, хорошо. В последнее время действительно говорят о том, что Путин может даже сам уйти, но перед этим готов начать какую-то большую войну для восстановления СССР. Вы в это верите? Смотрите, это тезис, который опять-таки его озвучил профессор Соловей и глубоко уважаемый мною Андрей Андреевич Пьянковский. У меня по этому поводу, то есть в принципе я согласен с точкой зрения, но с небольшими нюансами. Я считаю, что это блеф. То есть Путин нажать на красную кнопку не готов? Ну вот грубо говоря, не, он может. Вот если он будет знать, что он умрет через полчаса, все уже, конец ему, все, то он готов будет нажать на эту кнопку. Но проблема в том, что он же не сидит на этой кнопке, он должен быть указанием и так далее. А там товарищи, у которых семьи, дети, дворцы туда-сюда, вот тут-то возникнет и шарф и табакерка. То есть для Путина дать указание о нанесении удара или крупной войны это очень рисковое мероприятие, потому что тут же народ может его же ближайшие соратники могут нанести по нему ответный удар. кстати, Павла Первого одна из причин, почему? Почему Павла Первого не поступили? Потому что он планировал поход на Индию. У кого эта фигня должна была, понимаете? Вот тут война. То есть второй вариант, второе обстоятельство, когда он может это сделать, он может просто заиграться. Вот был такой умный товарищ в 80-е годы, академик Арбатов, Георгий Арбатов. Да, да, конечно. Вот он говорил, что всем нормальным людям, да, должно быть понятно, что ядерная война между СССР и США это конец ему человечества, но опасно, что кто-то может убедить себя в том, что ее можно выиграть. Понимаете? А Путина можно убедить, почему? Потому что Путин один из самых дезинформированных людей в российском руководстве. Это я вам отвечаю на основании глубокого знания, как организовывается процесс информирования главного лица государства. Может, там говорят красные папочки. Объясните, объясните. Ну, это объясняю. То есть, понимаете, в таком государстве, как Советский Союз и сейчас Россия, даже в большей степени, потому что Советский Союз где-то был коллективным государством, а здесь сидит один человек. Ему подают такую информацию, которую он хочет увидеть. Ну, вот я вам сейчас расскажу одну историю. Это в ТАСе было. Значит, большая часть работы ТАСС, они работали для информации руководства страны. И утро Леонида Ильича Брежнева начиналось с зачитки, ему зачитывали сводку ТАСС за прошедшие сутки. И вот у нас сводка называлась это отделение. Я помню, так, часам к 11 зайдешь туда, вернее, не в 11, но в 12. Тихо, аквариум, рыбки плавают, а там в углу открытое окно и там сидит человек в доску пьяный. Открытое окно, на улице 30-ти кратный мороз, и он прокурор. Это был товарищ Магнур. Значит, он приходил на работу в 6 часов утра, он прозванивал, у него были связи, прозванивал в Кремль помощником, он узнавал, как Леонид Ильич стал, с какой ноги, а с какой ноги лег вчера и так далее, то есть он знал все, и он мастерски делал эту сводку. Это было искусство, вы понимаете? Он запускал эту сводку, в 11 часов открывался ликероводочный, он шел туда, и к полдвенадцатого он был уже готов. И так каждый день. И однажды сменился генеральный директор ТАСС, назначили другого, проходит 2 дня, из ЦК звонят генеральному директору ТАСС, вы что, ну присылаете последние 2 дня? Вы с ума сходили? Да мы его... Чувствуется, что это не товарищ Иванов это делал. Да не, 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 его как уволили? Да вы с ума сошли! Вернул назад! И вернули товарища Иванова, извинились, и все пошло нормально. Это вам просто то же самое делалось в резидентуре. Вы начали с программы стратегической обороны инициативы господина Шевернаца, ему сказали ученые, что это фигня, а через 2 я вам скажу, почему это произошло. Никто у нас в резидентуре, а рядом было 20 метров дальше вход в резидентуру ГРУ, не верил в то, что это реальная программа. Никто не верил. Понятно. В резидентуре каждый день посылали Москву донесения о том, какая она опасная. Потому что этот блеф, при помощи этого блефа люди в высшем руководстве России игрались в аппаратные игры. КГБ, председатель КГБ, вместе с министром обороны, они блефовали в отношении остальных членов полюберов, включая министр иностранных дел. Они делали им козу и говорили, ребята, если вы не надеете нам еще бюджет, еще больше полномочий, то все, конец, ядерная война. Вы понимаете? Это была аппаратная игра, которая в конце концов привела к развалу Советского Союза. Вот такая ситуация. Поэтому Путин, и он еще хвастается, он же никогда этим не занимался, ни разведкой, ни контрразведкой. Ну как, он же разведчик? Да никогда он не был разведчиком, потому что он закончил Краснознаменный институт, и его признали профессионально непригодным для разведки. И там он никогда не работал. Информационной работой до Высширокого состраданного никогда не занимался. Поэтому он все этого не знает. Поэтому через своих представителей, что он в интернет не заходит. Вот напрасно он не заходит. У него хоть бы шанс был узнать, что происходит реально в мире. Потому что то, что ему приносят красных папочках, это вот то, о чем я вам сейчас сказал. Юрий Борисович, хорошо, допустим, Путин не собирается начинать ядерную войну, даже если собирается, ему не дадут это сделать. Допустим, тем не менее, НАТО и США собираются провести невиданные по мощности мощнейшие просто военные учения. Это так? Да, они практически их начали не только учения. Опять-таки, вот есть опасность, она единственная. Он может заиграться и не заметить, понимаете, в процессе. Он же игрун. Старый мальчик, который играется в тигры, который не доигрался в детстве, за амфорами ныряет, со стерхами летает, на истребители бочку делает. Дошло дело до серьезной войны. Как можно прожить жизнь, не представив себя Наполеона? Вот. Поэтому вот в этом есть опасность заиграться. И здесь вот я неоднократно рассказывал в Вашингтоне этот анекдот, который фактически объясняет реальную, единственную реальную эффективную стратегию Соединенных Штатов и НАТО в отношении России. Это анекдот о маленьком карлике, о том самом сильном карлике. Вы не знаете это? Нет. Однажды в чудесном лесу появился карлик. И одновременно пошел слух. Это очень сильный карлик. И звери так вздрогнули и затихли. А он распоясался. То зайцев погонял, потом лесу щипнул, под затыльник волку дал. Но звери так все шло по нарастающему. Понимаете? А звери все слышали. Это очень сильный карлик. И как-то все забились в норы и боялись ему на глаза попасться. И вот он потерял берега, как говорится. И однажды нагадил у входа или выхода в берлогу медведь. Медведь выходит бамс! Откуда карлик. смеется. Медведь дал его под затыльник, карлик улетел и больше его никто не видел. А по лесу пошла другая информация. Это был очень сильный карлик, но легкий. Вот это стратегия. То есть можно назвать стратегию его. Я говорю, ребята, назовите стратегию swift response, quick reaction, выберите что угодно, быстрое реагирование, незамедлительный ответ, мощный ответ, но суть остается вовремя сделанный под затыльник. На языке уголовного права это называется неизбежность наказания за совершенное преступление. И вот сейчас я как я наблюдаю здесь именно таким образом собирается поставить такую ситуацию Путина. То есть это возвращение учения рефорджер. Правда, сейчас это называется защитник Европы. Смысл учения. Если Путин там же кричали а вы готовы умереть за тарту? Вот ответ. Значит если Путин начинает что-то там против тарту или Вильнюса или Виги значит американцы образуют воздушный мост из Соединенных Штатов Америки и перебрасывают ну где-то не менее сотни тысяч своих военнослужащих. Военную технику они сейчас уже вот в ходе этих вооружений до 20 тысяч видов военной техники они там и оставят после учения. То есть 20 тысяч уже на месте техники 100 тысяч персонал или живая сила плюс еще с военной техники и они дают отпор войскам агрессора. Если агрессор на этом не останавливается а у Советского Союза поскольку границы это рядом сил танков наверное больше да? У России у России поэтому он может не остановиться и тут НАТО наносит упреждай первым упреждающий ядерный удар и вот теперь практически идет возвращение к этой стратегии плюс к этому военные значит подводные лодки как минимум две сейчас оснащаются ядерными боеголовками ограниченной мощности которые позволят осуществлять ограниченный ядерный удар против агрессора то есть против России плюс буквально я вашему изданию пару недель назад дал интервью в котором говорил что будут терепиниться то есть в Кремле американцы развернут ракеты BMG 109G это крылатые ракеты которые появились которые НАТО развернуло вместе с першингами в начале 80-х годов в ответ на российский СС-20 так вот буквально на прошлой неделе один из крупнейших подрядчиков Пентагона компания Рейзин получила заказ на ресертификацию и модернизацию вот этих ракет и 48 из этих ракет должны появиться в составе корпуса морских пехотинцев Соединенных Штатов Америки о чем это говорит то есть но они вас там и слушают как уже послушали все уже работ почему морским пехотинцам тоже беспрецедентный случай эта ракета находилась на вооружении военно-морских сил потом армии это те которые сухопоты были развернуты в начале 80-х годов а сейчас значит это отдают морским пехотинцам которые работают вместе с Неви почему они не хотят сейчас разворачивать это на земле как в начале 80-х шум ган так и так далее они будут складированы скажем на территории Великобритании на базе если российский агрессор начинает какие-то агрессивные действия против НАТО тогда морские пехотинцы на кораблях Соединенных Штатов переправляются через Ла-Манш условно и все а это ракета она на колесах это мобильная ракета то есть ее устанавливают плюс значит это будет уникальная ракета поскольку устанавливается совсем новая система наведения и ракету нажал и она полетела калибр допустим хваленый Искандеры вот эта ракета тамогат новой модификации или грифон она может болтаться в воздухе бесцельно довольно довольно длительное время а потом когда оператор значит принимает решение по какой цели наносить удар он нажимает на кнопку именно этой цели и ракета она уже в полете находится ее можно перенаправлять с одной цели на другой или же она может баражировать в определенном пространстве вот так по кругу там дает и указать то есть с этой модификации она фактически может стать оружием первого убеждающего удара Юрий Борисович подытожим что на ваш взгляд вот глядя на будущее пытаясь заглянуть в будущее из сегодняшнего дня что на ваш взгляд Путина ждет ну как я неоднократно говорил его судьба будет страшной если только онкология не подкосить его раньше прежде чем вот против него будут предприняты какие-то активные действия он будет пытаться зубами будет держаться за свою табуретку чтобы остаться до того состояния когда уже он не ну грубо говоря до состояния овоща а потом уже в бессознательном состоянии потом уже можно уходить и так далее то есть пока он в сознании он будет пытаться держаться за эту табуретку но его бывшие коллеги они понимают что с каждым днем его пребывания они лишаются возможности понимаете ну уйдет он и все и что потом с ними делать то есть это будет страшная борьба за власть Путина ждет ждут тяжелые времена на кнопку ему не дадут нажать его ближайшие же товарищи я не верю в мессианство вот понимаете в истории советско-американских отношений со времен Хрущева вот мы вас мы вас похороним мы нанесем этот удар это всегда был блеф никогда это не был мессианский блеф всегда это был блеф из-за воезни боялись что Соединенные Штаты сильнее нас уничтожат при Хрущеве было или что был инструмент аппаратных игр для разводки своих коллег по политбюро и из-за опять-таки отставания Советского Союза от США в 80-е годы вот сейчас это просто блеф гопников которые вот решили не покуражиться Юрий Борисович вам не жалко Владимира Владимировича Путина все-таки это ваш сокурсник вы вместе учились все-таки это человек вашего поколения человек из вашей организации ну наконец не жалко его знаете для жалости из-за того что поколение и так далее но она просто не имеет права на существование это чрезвычайно я даже не знаю как его будут вспоминать историки его можно вот 20 лет пребывания трактовать как самый успешный агент самых страшных врагов России в Москве потому что то что сделал для убиения России это не смогли сделать все службы Запада вместе взятые он может быть агентом ЦРУ не я не думаю что он понимаете полезный идиот он может быть более эффективным чем десяток самых классных реальных агентов вот это то что сделал Путин реально но человек это зло это доктор зло вы знаете в фильмах о Джеймсе Бонде это зло которое ну которому нельзя питать хорошее хорошее чувство это вор злодей убийца отравитель лжец и человек который заигрался старый мальчик который заигрался в своей до того момента когда он фактически реально может поставить мир на грань ядерной войны которая уничтожит его страну я имею ввиду Россию что вы думаете о Владимире Зеленском тяжелый вопрос знаете я вообще о Украине когда меня сейчас спрашивают с тяжелым сердцем отвечаю на эти вопросы потому что каждые ваши новопрезидентские выборы с каждым новым президентом они вселяли на меня новые надежды и я думал ну вот сейчас ну вот наконец-то ну сколько же можно вот такие чувства у меня были с избранием господина Зеленского президента новое поколение я считал что его стратегическая задача убрать вообще с политической арены весь этот политический бомонд так называемую элиту которая была весь предшествующий период с 91 года ну сейчас я вижу что возможно да то что я слышу у него хорошие намерения во всяком случае были он реально хочет сделать что-то но отсутствие профессионализма и роковые решения кадровых вопросов ведь президент любой президент он очень быстро вернее быстрее чем в чем-либо еще он проявляется в кадровых вопросах вот как я узнал в 14-м году значит война агрессор Донбасс и тут назначается министром обороны Украины человек со средним ментовским образованием катастрофа то есть этого могли добиваться самые страшные враги Украины там ФСБ могло могло затеять эту операцию но я знаю что это не так мог дурак это сделать назначить но господин Порошенко не дурак вот возникает вопрос расскажите мне чем мотивировать да что касается господина Зеленского ну когда тебя тебя агрессор назначает главного советника по взаимоотношениям с Москвой а потом и вообще по всей внешней политике Украины я просто развожу руками просто о ком вы говорите я имею ввиду господина Ермака вы считаете что Ермака назначила Россия фактически да а почему ну потому что Россия поставила насколько я знаю вопрос о том что Ермак это единственный человек с которым Путин то есть Кремль будет готов разговаривать с господином Зеленским о урегулировании вы твердо это знаете ну как вы понимаете всегда есть поле для сомнений какой-то процент пол процента и так далее но насколько я слышал из заслуживающих доверия источников я считаю что это у меня есть основания для того чтобы так считать иначе появление господина Ермака там вообще непонятно вы мне расскажите откуда взято это дипломатическое дарование в Украине где он раньше был на какой дипломатической работе он работал вообще и вдруг вот он украинский толеран ну такое не бывает понимаете вот вот где его нашел господин Зеленский я не слышал этого рассказа но они работали они работали вместе давно они в кино работали шикарно в кино да там у меня много друзей с которыми я по бабам ходил это не повод назначать человека главных советников по внешней политике понимаете вот Киссинджер его назначили сначала советник по национальной безопасности потом госсекретариум но этот человек имел опыт в этом деле он лекции читал и так далее а тут в кино ну наверное на банкетах или вдруг бац все главный советник все человек определяет внешнюю политику Крыны ребят ну это балаган какой-то ну нельзя же так а скажите пожалуйста что означает уход Суркова на ваш взгляд да Брукио знают заигрался надоел слишком долго засиделся где-то может быть не так посмотрел когда люди в в обстановке в напряженной где много конкурирующих так сказать сторон иногда достаточно бывает неудачно сказанного слова чтобы выбросить а изменит что-то уход Суркова в конфигурации российско-украинских отношений понимаете сейчас российско-украинские отношения я так думаю они должны быть отложены далеко-далеко куда-то в ящик в далекий ящик потому что вот эта история с коронавирусом с экономикой она сейчас решает все кстати на месте господина Зеленского если бы я дать ему совет я бы ему посоветовал не спешить принимать никакие решения по Донбассу которые нельзя было бы потом через месяц два полгода каким-то образом изменить переиграть и так далее не надо сейчас принимать судьбоносных решений Юрий Борисович а нужно вообще Зеленскому встречаться с Путиным абсолютно не надо абсолютно не надо я не вижу Путин он добился невероятного то есть он сейчас злодей в глазах всей политической элиты Соединенных Штатов Америки он друг только Трамп и то Трамп вынужден молчать об этом потому что для всех остальных демократов республиканцев это злодей ну и зачем с таким человеком то есть я могу еще до любой встречи сказать что скажет Путин на этой встрече он всегда будет использовать это для того чтобы показать что он конкретный пацан против него какой-то вообще непонятно он будет использовать для своего пиара для унижения Зеленского для унижения Украины он никогда не пойдет ни на каких никакие уступки в результате переговоров абсолютно я вообще считаю видимо вот запад принимает такую тактику то есть они вот этими учениями этими новыми боеголовками поставят его вот эти жесткие рамки и все и надо забыть понимаете потому что чем больше это вот вот человек с ущербной психикой где-то что-то у него в детстве в молодости произошло какое-то страшное психологическое травма видимо имело место быть которая вот этот комплекс неполноценности он делает его недоговороспособным понимаете в принципе вот такая ситуация Юрий Борисович что будет с Крымом и Донбассом вот если опять-таки говорить о марте апреля этого года взгляд из марта апреля 2020 года что будет с Крымом и Донбассом значит с Крымом ситуация с Крымом зависит от того что будет с Россией а ситуация с Россией зависит от того о чем мы с вами сейчас говорили включая возможный уход или убирание устроение Путина от власти с последующим хождением на поклон в Вашингтон и издачей фактически капитуляции то есть вы допускаете что теоретически возможно что даже в этом году или в следующем Донбасс и Крым я подчеркиваю и Крым вернутся в Украину да в принципе да это зависит от того когда произведут вот эти процессы о которых я говорил потому что вот в августе 24 августа 91 года все понятно Советскому Союзу конец тут же три гонца летят в Вашингтон полностью сдают всю Россию весь Советский Союз а вы что кто эти три гонца давайте поговорим об этом в следующей передаче не хочу скомкать хорошую ночь так вот то есть они представляли и уходящую советскую элиту и приходящую российскую элиту то есть я думаю что сейчас я знаю кто это Евгений Максимович Примаков небось один из них значит сейчас должно произойти нечто и Вадим Бакатин второй нет Бакатина нет во всяком случае по этому может он был позже раньше но Примаков да Примаков да так вот если заговорщики или преемники устраняют Путина им необходимо иначе вся операция теряет смысл им необходимо потом вступить в контакт Соединенные Штаты Америки с руководством и договориться о капитуляции то есть им прощаются все грехи включая взрывы домов в 99-м году ну во всяком случае они будут об этом всем будет забыто и не будет упоминаться им оставят их деньги может быть еще дадут возможность но в ответ они должны будут вернуть все забранное совершенно верно вот так вот так вот после августа 91-го года была возвращена независимость Прибалтики абсолютно и вот это реальная возможность реальная возможность получения независимости вернее возвращения Крыма что касается Донбасса господа я бы очень подумал а брать ли его обратно сейчас в этой ситуации объясню объясню значит конец Второй мировой войны да образуются фактически де-факто две Германии одна под контролем Советского Союза другая под контролем союзников Иберия который никогда не никогда не отличался демократизмом и любви к немецкому народу он выступает за то чтобы Германия должна быть едино в чем смысл да но немцы западные немцы в лице их руководителя Донаура они категорически против в чем состоял смысл восточная Германия которая фактически клиент Кремля ее задвигает западная Германия и все западная Германия вообще вся Германия превращается в ад вот в этом сейчас состоит кстати он сказал лучше пол Германии но целиком да Аденаур сказал где-то так вот поэтому если вы сейчас вернете себе Донбасс это все равно чтобы взять коронавирус и сделать себе уколы из коронавируса и так далее с экономической точки зрения вы не потянете ее экономически просто и она не нужна вам экономически потому что Донбасс это экономика времен юза 19 век вам нужно развивать у Украины есть колоссальный потенциал интеллектуальный это ваши айтишники они лучшие в мире и Украина уже давно могла превратиться в хаб айти индустрии в Европе но вместо этого значит хабом становится Эстония Белоруссия которая управляет бывший председатель колхоза строит у себя силиконовой долин а у вас все копанки нефть газ Юрий Борисович что делать собственно говоря в Украине сейчас на ваш взгляд я думаю что к сожалению страна дошла до такого состояния когда необходимо когда есть единственное спасение это формирование правительства национального спасения его должен возглавить человек который имеет два качества он должен иметь совесть и должен быть профессионал я задумался вы хотите узнать что за человек а скажите вы ну я конечно я не знаю весь украинский бомонд и так далее но из того что я знаю что я читал что я видел я вижу только одного человека Игоря Петрович Мешко я не могу с вами не согласиться я об этом говорю постоянно но никто же не хочет слышать из тех кому надо слышать ну да ну да к сожалению это это то решение которое может спасти и нынешнее президентство и страну иначе вся страна просто идет по наклонной в пропасть камнем это все Юрий Борисович последние наверное полгода в интернет издании Гордон публикуются отрывки из книги бывшего вашего коллеги подполковника КГБ Попова в которой он просто называет не стесняясь имена агентуры КГБ в частности он назвал ну вскрыл много агентов в частности Валентина Юмашева бывшего руководителя администрации Ельцина и человека который как говорят привел Путина к Ельцину не Березовский это было Юмашев говорят вот он по словам Попова является агентом КГБ скажите это так или нет ну понимаете насколько понимаю хотя не читал его книгу господин Попов работал в пятом управлении но не в первым ну вот не могу сказать наверное да пятая потому что Бабкова Бабкова Филиппа Денисовича это совершенно это совершенно разные епархии вот но он должен сказать что Юмашев работал в Комсомольской правде да потом в журнале Огонек у Виталия Коротича вот это подразделение Комсомольской правды было нам нашему отделу американского хорошо известно потому что там была наша должность в принципе я должен был ехать вместо ТАСС должен был ехать первоначальный замысел было в Нью-Йорк и корреспондентом Комсомольской правды но потом переиграли к сожалению для меня потому что ТАСС это ад по сравнению с Комсомольской правдой в плане нагрузки объема нагрузки и там сидели наши с нашего вот мои коллеги прямо мы в одной комнате работали там сидели под крышей прежде чем выехать туда знали Юмашева да я не знаю был ли он агентом но то что связь с ним была очень тесная у нашей службы это да скажите а много еще вообще нераскрытых агентов КГБ сегодня при власти при параде огромное огромное количество потому что вы понимаете КГБ это он состоял из разных управлений то что в нормальных странах на западе делают совершенно разные агентства и ведомства КГБ делал один вот КГБ это и ФБР и ЦРУ и агентство национальной безопасности вместе взятые плюс он делал то что не делает ни одна спецслужба запада это политическая полиция это вот это самое пятое управление которое работало внутри страны и вербовало внутреннюю агентуру ФБР допустим запрещено вот таким образом работать внутри страны и вербовать агентуру ФБР работает на то что называется сныч то есть ябеда кто-то что-то узнал увидел преступление прибежал сообщил все сделают но так чтобы завербовать и вот этот агент куда-то внедряется это не имеет никакого отношения к национальной безопасности страны но это имеет большое значение для того чтобы потом использовать это в политических целях в частности вот эта вся агентура которую внутри страны навербовали она потом была использована спецслужбами России ну и не только России в Украине на каких-то на каких-то на каких-то этапах для решения чисто политических вопросов да в частности вот Кремль ФСБ использует ту агентуру которая была завербована еще КГБ УССР да Украинская Советская Социалистическая Республика сейчас их дела там в Москве на Лубянке вот они их используют для руководства пятой колонной в Украине а вот скажите с приходом Зеленского по-вашему вот на ваш взгляд количество агентов КГБ и ФСБ России в руководстве Украины уменьшилось руководстве ну я вот допустим считаю что господин Гермак он реально он да он не был агентом КГБ но он реально связан со спецслужбами России так или иначе по поводу других я не знаю думаю количество меньше чем в предыдущих администрациях потому что эти ребята просто моложе ну вот я был несколько месяцев назад в Киеве смотрел телевизор я просто обалдел потому что у вас информационное пространство буквально захвачено агентурой КГБ например ну например включая канал 112 театр двух актеров и вот они только меняют друг друга и рассказывают украинцам как им нужно жить для того чтобы кто еще два актера я вот думаю и сидят люди аплодируют слушают и поддержка этой партии растет я вот так думаю ребята ну зайдите в гугл и наберите агент КГБ Соколовский кум Путин и вы получите ответ или же наберите линолеум тюрьма КГБ Робинович и вы получите ответ но может гугл врет гугл не может врать гугл дает ту информацию которая появилась в пространстве на этих двух товарищей которые на них на них клемма ставить просто негде и я знаю что они вот то что они сейчас в Киеве их предыдущей администрации их не было потому что они понимали что это может плохо закончиться а вот то что это пятая колонна сейчас так действует вот это то что ну просто не поддается нормальной логике вот смотрите согласно украинским же внутренним документам была резолюция в Раде о том что Россия это агрессор ну да то есть Украина находится в состоянии войны с Россией правильно я так понимаю да ну вот смотрите предыдущая большая война вторая мировая война Гитлер оккупировал Норвегию норвежское правительство возглавляет Квислинг который говорит ребята на что мы можем сделать ну они сильные они нас оккупировали ну надо же за жизни наших бороться чтобы больше норвежцев живыми осталось ничего не можем сделать давайте сотрудничать давайте мириться пис пис надо мир ну вот и после этого закончила вторая мировая война его повесили ух ты его повесили Квислинга и с тех пор Квислинг это стало синоним национального предательства это коллаборация возьмите Виши во Франции немцы оккупировали Францию но осталось Виши там якобы независимая Франция правительство Виши во главе с маршалом Петеном герой первой мировой войны его приговорили после 45 года к повешению и его спас от этого генерал Деголь герой за то что он был героем первой мировой войны но нельзя превращаться в коллаборационистов квислингов и так далее тем более куда вы куда вы спешите куда зачем куда куда несется эта тройка капитулянская и то есть информационное пространство ну раньше Путин попытался силой решить вопрос с Украиной он неожиданно благодаря фактору неожиданности аннексировал Крым затем он влез в лес в Донбасс в восточную Украину я считаю что он там потерпал поражение поскольку практически в отсутствии вооруженных сил Украины вооруженный народ его остановил и хваленная российская путинская армия захватила два города несколько сел вот и все это поражение я так считаю Путина и вот да это стоило Украине 14 тысяч жизней 14 тысяч жизнь и после этого то что сейчас происходит это другая тактика он не сумел решить вопрос силой он решает это через пятую колонну внутри Украины информационное пространство фактически захвачено ими политическую жизнь внедрила это партия коллаборационистов затем они применяют известное оружие Путина коррупцию коррупцию вот эта партия и так далее она занимается фактически коррупционированием высшего государственного чиновника и так далее они взорвут они возьмут Украину изнутри как не смогли взять снаружи то есть вы считаете что Медведчук и Рабинович это агенты КГБ ну что Медведчук агент КГБ у меня по этому поводу были документальные данные что касается Рабиновича ну я знаю определенные факты его биографии которые ну просто вот зная обладая профессиональными знаниями КГБ же все делало как говорят американцы by the books то есть соответствует с правилами модус оперенди профессиональный почерк ну вот человек попался на линоле ну или на линоле или на паркете или где-то но выходит он из тюрьмы бац его назначают опять на должность где он распределяет на теперь уже паркет или иначе ну не бывает такого просто так ну просто не бывает ну и что Янукович вышел из тюрьмы автобазу возглавил ну и что совершенно верно Болитов он поехал в Монако в те годы когда значит с судимостью не то что в Монако не то что автобазу тогда в Болгарию невозможно было на золотые пески выехать вы что хотите сказать что он тоже агент КГБ в этом сомнении никакого нету кто бы то есть есть вещи которые невозможны понимаете вот скажем так вот ну Христоков не может превратиться в Мефистофеля Юрий Борисович на самом деле человек осознал свою вину вышел из тюрьмы другим уже и настолько хорошо работал что его отправили в Монако в командировку нормально исключено ну просто просто исключено просто исключено это я ерничаю на самом деле я понимаю я вспоминаю историю однажды мне прислали я уже я уже собирался уходить где-то 90-й год был перестройка в самом разгаре прислали мне человек которому было где-то уже 65 лет захотел выехать за границу в эту самую в ту поездку и мне присылают говорят посмотри файл отпускать его туда или нет читаю это наш работник в разведке работал поехал на Кубу хорошая погода климат солнце красивой кубинки и вот он согрешил все нафиг с работы и закрыто с тех пор вот это было когда это свершилось это было за 30-35 лет до этого нафиг с пляжа нафиг с пляжа да не то что на Монако он не мог выехать в Болгарию Румынию Польжу он никуда не он стал невыездным было такое понятие невыездным судимость все ты невыездно никуда не говоря уже о Камонако которая тогда ну вы что это же вертеп это же ЦРУ МИ-6 китайская разве ну вы что о чем вы говорите поэтому вот такие вот дела есть вещи которые ну вот зная как работает система ты просто знаешь что иначе быть не может как у сотрудника резидентуры КГБ в Вашингтоне как у человека вербовавшего других людей хочу спросить бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Киссинджер тоже агент КГБ ну скажем так время собирать камни время разбрасывать камни что я могу сказать про Киссинджера Киссинджер вот мы с вами до сих пор обсуждали что вот этот блеф мы вас похороним мы нанесем по вам ядерный удар Генри Киссинджер сыграл важную роль в этом активном мероприятии Советского Союза и России значит он имел довольно тесный я бы сказал так ну дипломатично скажу плотный контакт с нашей Вашингтонской резидентурой еще до того как его назначили как Никсон назначил его советником по национальной безопасности то есть он был профессором вот значит потом он становится замом по национальной безопасности потом он становится государственным секретарем и он был в тесном контакте с нашим послом Анатолием Добрыниным человек который 25 лет посидел на должности это был блестящий дипломат он должен быть в истории как толерант хотя толерантом славился тем что изменял своим хозяином и бежал там от одного другому Добрынин был чрезвычайно порядочный верный своему долгу человек и чрезвычайно квалифицированный дипломат таких сейчас в России нет так вот не за толк до своей смерти в 96-м году Добрынин опубликовал мемуары которых рассказал об одном интересном разговоре с Киссинджером Киссинджер ему как-то говорит слушай наши хозяева они идиоты они опасные люди а мы же с тобой умные люди вот давай как-то мы разыграем вот эту комбинацию чтобы решить имеющиеся вопросы ну короче говоря он предлагал чуть ли не открытым текстом развести своих президентов когда Генри Киссинджер прочитал это это 96-й год вскоре в принципе после развала Советского Союза он так саркотически сказал это говорил посол уже не существующей страны окей но проходит еще несколько лет и Генри Киссинджер едет в эту страну наниматься на работу господин Ходорковский создал самую могущественную нефтяную компанию Советского Союза ЮКОС он понимал что ему нужно защищать себя это уже при Путине нужно защитить себя от Кремля а для этого нужно идти так сказать глобал нужно развивать отношения с американцами с китайцами и для того чтобы делать развивать отношения с американцами он нанял Генри Киссинджера Генри Киссинджер человек недешевый я думаю это дорого обошлось господину Ходорковскому и я вижу вот в чем его ошибка Ходорковского фатальная ошибка он видимо считал что раз такой человек как Генри Киссинджер работает на него организация по-моему называлась Open Russia что-то такое или Open Society он думал что если Генри Киссинджер находится за его спиной то он может более-менее уверенно себя чувствовать в отношении с Путиным и вот тогда он сказал эту знаменитую фразу с Путиным на совещании заканчивая с коррупцией и так далее угодил в тюрьму потому что он недооценил он не знал кто такой Генри Киссинджер он думал что Генри Киссинджер будет за него бороться но Генри Киссинджер как золотая рыбка махнул хвостиком махнул хвостиком тут же оказался в объятиях Путина который посадил господина Ходорковского в тюрьму вообще так в юридической практике это называется конфликт интересов это Киссинджер вам звонит да видимо да он возмущен сейчас я его выключу подождите да значит Ходорковского арестовали где-то в середине 2003 года буквально через несколько месяцев Путин приезжает в Нью-Йорк и проводит целый вечер в квартире Генри Киссинджера после этого Генри Киссинджер начинает работать на Путина и через некоторое время вот у Путина появляется вот этот блеф типа вот если вы нас не ублажите мы вас сейчас вот разнесем своими ракетами в пух и прах то есть я очень сильно подозреваю что это был Генри Киссинджер который подсказал Путину вот этот блеф как это делать вот это активное мероприятие дальше значит одним из активнейших каналов реализации этого активного приятия на территории Соединенных Штатов был господин Дмитрий Симис который в Соединенных Штатах Америки после того как туда его инфильтровали стал известен как Дмитрий Симис он основал интернет-портал который называется The National Interest это сын правозащитницы Дины Каминской да насколько я понимаю да 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 вот и господин Симис стал одним из рупоров вот этого активного мероприятия который он транслировал через его через свои публикации центра The National Interest смысл это было значит спектакль многократного использования он практически не заканчивался идея каждая его статья или через одну статью ну главная тема публикация была так есть вещи поважнее чем наше разногласие с Россией значит мы должны найти общий язык но когда он начинал описывать как найти общий язык все заканчивалось умиротворением Путина иначе нас ждет глобальная катастрофа вот там Путин какой-то мифический танк типа Армата это мифический танк так же как и самолет их пятого поколения это Су-Пися это тоже мифический самолет это Путемкинская деревня вот но как только появляется вот они тоже тут же начинают разжевывать вот что это будет какая угроза у нас такого нету нам конец и так далее короче говоря господин Симис разыгрывал вот это активное мероприятие в течение многих лет и Генри Киссинджер был у него в совете директоров ну где-то там значит сотрудничество этого дуэта продолжалось вот до выборов последнего президента Соединённой Штатов Америки там как было значит ну насколько я понимаю Кремль до марта шестнадцатого года он не подозревал и не считал что Трамп может стать президентом и где-то в марте месяце в Кремле допёрли что этот парень неожиданно может сделать это что происходит дальше Генри Киссинджер внезапно организовывает вечер динер обед куда приглашаются на Генри Киссинджер положение приглашаются уважаемые люди там же присутствует Дмитрий Симис и несколько сотрудников его центра и там Дмитрий господин Саймс говорит вот господин Саймс это тот человек который может быть полезен для команды Трампа у Трампа в это время нет команды потому что он сам не верил что он станет президентом то есть Киссинджер внедряет Саймса в предвыборную кампанию Трампа и Саймс начинает писать создавать во-первых он группу внешнеполитических советников создал для Трампа и начал писать ему внешнеполитическую платформу я думаю что в будущих значит книгах о российской разведке это будет описано как триумф российской разведки когда агент фактически стал или попытался потом потом ему пришлось уйти когда скандал стал ведущим внешнеполитическим советником президента Соединенных Штатов А кто агент Саймс агент? Ооо да агент ФСБ или КГБ ну сейчас он на таком уровне когда он агент Кремля агент Кремля но вообще конечно историю его история она стоит сериала дело в том что вы помните Остап Бендер он говорил что он сын лейтенанта Шмидта да вот в этом смысле господин Саймс вполне может сказать что он сын Евгения Максимовича Примакова который сыграл невероятную роль в его жизни господин Примаков до того как он был назначен директором СМР после августного путча до того как стал министром иностранных дел до того как он стал премьер-министром и чуть ли не кандидатом президента России он был агентом разведки более того он был агентом нашего отдела а в отделе отдел был разбит на так называемое направление он был в нашем направлении его личное агентурное дело лежало у меня в кабинете Примакова Примакова да в котором все это было описано каждый год надо было писать заключение о работе агентов за прошедший год и там Нитрий Саймс он фигурировал просто одно из величайших достижений господина Примакова это была вот работа с господином Саймсом его инфильтрацию успешную в Соединенные Штаты Америки я могу объяснить только ну невероятной некомпетентностью агента ФБР который рассматривал это дело ну и еще такая обстановка сложилась политическая понимаете в начале 70-х годов администрация США давила на Брежнева чтобы он разрешил еврейскую миграцию из Советского Союза let my people go под эту значит мульку КГБ внедрило на Запад и в Израиль и в Европу и в Соединенные Штаты Америки это не значит что все они стали работать но те которые после этого развили бурную деятельность и поддерживали контакты с Москвой и со всем советским это вот один из индикаторов что это вот агент потому что ну что кричать он кричал мы не найдем правды в Советском Союзе и вот он оттуда уезжает его выпускают кстати все было настолько грубо состряпано ну просто это дешевый балаган был вот как как сделали как ему создавали легенду для его выезда и вот ты приезжаешь ты приезжаешь окажешься в Америке ну откуда осталась любовь тебе к Советскому Союзу к Москве откуда ну бежал ты из-за дамы радуйся еще демократии ну что ж тебя брать то туда ват тянет то есть совершенно совершенно нелогично все было вот то есть я считаю что он является ну до последнего времени пока не бежал Соединенных Штатов он был один из самых активных и эффективных агентов в Соединенных Штатов А он бежал из Соединенных Штатов в Саймс? ну так он поспешно вот как только началось расследование Миллера он так поспешно собрал вещички сейчас в Москве ведет саморейтинговая пропагандистская передача правда они вызывают представляют как аналитическое вот я не знаю как она называется Юрий Борисович последние два вопроса про Киссинджера чтобы закрыть вопрос это правда что в агентурном аппарате наверное вашего управления он значился под именем Киса не мы его между собой называли Киси мы его называли Киса вот в обиходе так сказать он был Кисой это правда у меня даже нет второго вопроса Юрий Борисович которая очень любила деньги и женщин говорят да женщин да ну сейчас у него возраст такой сейчас видимо он любит только денег деньги женщины так это шли на второй план но количество денег которые он любит из-за этого видимо удвоилось по крайней мере я не могу понять ну 5-90 лет тоже уже думать нужно о более высоких матерях ну какой черт тебе причем чертяк он же тоже опытный ему тоже в разведке работать он умница слушайте умница да да тут еще непонятно кто кого вербовал то ли Путин его вербовал когда он вечер провел в Нью-Йорке 2003 года после ареста Ходорковского который надеялся что Путин сейчас подымет движение в Соединенные Штаты Киссинджер Киссинджер да Ходорковский Киссинджер Киссинджер подымет да его сотрудник и тот же приезжает Путин вечер с Кисой и Киса становится совсем другим и после каждого встречи с Путиным с тем пор и было много он всегда отмечал глубокие аналитические способности господина Путина очень умный талантливый человек а Путин однажды рассказывал значит едут они в машине видимо первая встреча их была и Киса у него спрашивает я слышал вы в разведке начинали он говорит да это понятно все умные люди начинали с разведки Киса знал Бальзам Киса знал что Путин никогда не работал в разведке что это комплекс его неполноценности понимаете даже как когда Путина сделали президентом Кричкова притащили в Кремль и произошла такая же история как в свое время с мемуарами Жукова помните когда Брежнева попросили вписать да в ЦК приходили сказали впишите что маршал Жуков летал к Брежневу посоветоваться как воевать на западном на западном фронте так и тут пригласили Кричкова с просьбой ну расскажите Путин выдающийся разведчик там туда-сюда старикан уже отсидевший посидевший в тюрьме и так далее сказал нифига говорит я не знал такого разведчика по фамилии Путин и все у него просто был склероз ну допустим да ну вот из этого склероза он жил на несчастную пенсию хотя через его руки прошли миллиарды на запад незадолго до августовского пуча и вскоре после этого склероза пуча потом дальше значит умер юрий генерал юрий Дроздов начальник многолетний начальник управления С Нелегалы и тут Путин впервые значит вспоминает что оказывается он находясь в Дрездене руководил сетью нелегалов но так он вспомнил об этом когда умер генерал Дроздов который не мог сказать что он не знал такого разведчика глубоко как Путин вот такой вот кисер то есть как как тонко он сыграл как он его купил я думаю что тем самым он увеличил свой гонорар ну минимум в два раза приближается 75-летие победы над фашизмом и в России как всегда в связи с этим очередной приступ победобесия то есть никто не хочет вспоминать о том почему стала возможна эта война о том сколько людей бездарно кинули в топку этой войны как не считали миллионов этих несчастных людей которые шли защищать свою родину скажите пожалуйста для вас абсолютно понятно что Советский Союз готовился напасть на Германию или вопросы есть очень много вопросов кардинальный вопрос я в это не верю скажу почему скажу почему с глубочайшим уважением отношусь к тем российским ученым исследователям которые занимаются этим вопросом прежде всего господин Салулин его читал великолепные его исследования очень уважаю но мне кажется недостаток вот этих исследований состоит двух вещах первое они полагаются на документы я вам скажу так что в Советском Союзе не важно было что ты делаешь важно было что ты написал и реальная жизнь от документов отличалась отличалась колоссально если бы я читал такие документы что если вот ученые которые историки которые через 500 лет начнут их читать они не поймут что происходило в Советском Союзе потому что то что произошло согласно газете и то что писали это разные вещи что я имею ввиду прежде всего ну смотрите значит вторая проблема и это не проблема исследователей это проблема качества документов советского государства которые неадекватны совершенно ну Никита Хручев официальный документ нынешнее поколение будет жить при коммунизме если бы вы прочитали некоторые приказы и указания начальника ПГУ Кричкова где-то в середине 84-85 год вы бы решили что Советский Союз собирается воевать в Антарктиде и в Арктике потому что именно там должна решаться судьба холодной войны за несколько лет до развала Советского Союза и так далее то есть качество вот реальное насколько можно полагаться на документы советского государства первое второе эти документы они описывают там справки соображения да они описывают ну вот там дивизию сюда армию туда столько танков сюда и так далее то есть они описывают предполагаемое передвижение живой силы и техники но значит я так представляю если государство готовится к войне крупной серьезной войне это должно было крупное нападение да для Сталина на Германию есть еще две составные части которые полностью выпадают из этого анализа значит у армии должны быть мозги мозги у армии это генеральный штаб второй у нее должны быть глаза и уши а это разведка и вот в этом анализе по нападению якобы полонирующим нападением Сталина вот эти два компонента совершенно не исследуются и вот это большой провал почему посмотрите Германия это это была военная машина высочайшего класса конечно и генеральный штаб это был высочайшего класса мозг армии первая мировая война и в значительной степени вторая они осуществлялись на основании плана Шлиффера который был утвержден в 1905 году суть плана Германия не может воевать на два фронта в случае войны как было в первой мировой войне 10 дивизий против России 60 дивизий против Франции знаете то есть Россия осталась целой не потому что шибко сражалась а потому что против нее 10 дивизий а не 60 французы основную тяжесть военной второй мировой войны и когда значит Кайзер Вильгельм принял решение о том что Германия вступает в войну первую мировую войну он позвонил своему начальнику штаба Мольтке Мольтке я принял решение вступать в войну он сказал я войну Кайзер а он был в это время на водах в Карловых в Карловых варах отдыхал ему еще там два дня оставалось сказал я войну положил трубку и лег спать и он два дня продолжал там после того как ему сказали что он принял решение все вспомните как там сейчас у нас описывают маршал Тимошенко маршал Жуков в три часа взныленный к Сталину шум гам бардак Мольтке лег спать почему да потому что у него было не то что по месяцам у него по дням по часам было расписано что будет дальше вот это план план нападения и он отдыхал до конца потому что план был запущен то же самое было поэтому на фоне вот такого плана соображение или записька на двух листах она как-то так ну не звучит Гитлер лелеял свой генеральный штаб после первого мировой войны Версальский мир Германии было запрещено иметь генеральный штаб и они сделали массу конторок куда засунули вот этот генеральный штаб и под этими конторками рога и копыта они работали и существовали нелегально до 35 года пока Гитлер не послал то нафиг вот так Гитлер лелеял свой генеральный штаб но да сначала до Гитлера немцы лелеяли дальше значит Гитлер принимает после 35 года будем воевать два его высших офицера командующие сухопутными войсками и командующие сухопутными начальник штаба по-моему Гальдер нет 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 там был Фич и второй из головы вылетел короче говоря два самых главных значит военно-начальника его выступают против ну взял Борис Кирилл нафиг как Йосипа Серегов ну что возиться так они проводят страшнейшую операцию находят компромат один бомосексуалист ему предписали то другой на проститутке якобы женился заставили их уйти в отставку а могли он не хотел их расстрелить потому что это был нанесло бы моральный удар по остальным фельдбаршалам и генералам да ну что вот вот так немцы относились так они готовились к войне ну как готовились товарищ Сталин к войне вы знаете что было с генералами штабом и так далее и второе третье последнее разведка я не знаю известно ли исследователям или нет значит советская разведка была уничтожена накануне второй мировой войны то есть товарищ Сталин своими руками выколол глаза и уши своему этому барану потом отрубил ему к чертовой мартире голову и я могу допустить что он готовился к нападению на Сталина при одном условии если мы поставим условие что товарищ Сталин был абсолютным дегенератом который не понимал что он сделал знаете потому что только абсолютным идиотом можно вот так вот вот так вот поступить вы понимаете вот что значит он же убрал маршала генерала вот что такое вырастить нового маршала это десятилетие надо я вам скажу что для того чтобы вот разведчика одного в поле работать это надо лет пять при условии что его тренирует профессионал который сам кого-то вербовал и знает как это делать то есть товарищ Сталин своими руками расстреляя вот этот командный состав он на десятилетие сделал советскую армию без без головы ну я не знаю недоучившийся семинарист он может быть не понимал все этого Юрий Борисович давайте загадаем парад победы в Москве 9 мая будет? трудно сказать все зависит от развития коронавируса если он пойдет по нарастающей то это будет такой же парад победы как была первомайская демонстрация то же самое то же самое Юрий Борисович последний вопрос кто станет следующим президентом Соединенных Штатов Америки тоже вопрос непростой потому что все зависит от коронавируса и от состояния экономика которая последует еще две недели назад значит опросы показывали что Трамп Байден бьет Трампа легко бьет да легко по всем параметрам там 5-6 процентов даже вот эти штаты которые да но значит коронавирус может внести свои какие-то координаты тут много зависит от восприятия людей вот сейчас газеты пишут либеральные типа Вашингтон пост Юрак Таймс что Трамп использует в наглую коронавирус для того чтобы каждый день пресс-конференции и таким образом повышать свой рейтинг я не знаю на кого кто может полюбить Трампа в результате пресс-конференции потому что каждая его пресс-конференция на меня производит убийственное впечатление я вижу некомпетентного человека для меня он убивает рейтинг но я не знаю может для кого-то поэтому все зависит от рейтинга и от состояния экономики если состояние экономики идет то Трамп улетает сколько смертей вот все на одной смерти количество умерших от коронавируса и спад экономики на другом сидят Трамп и Байден вот такая ситуация Юрий Борисович мы начали с коронавируса коронавирусами закончили я вам желаю не болеть будем стараться да и чтобы все было хорошо и ждем вас в Киеве окей спасибо вечерней лошадью вечерней лошадью ждите спасибо вам всего вам хорошего спасибо вам до свидания спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры